Добрый день, уважаемые коллеги. Хочу представить вам свой доклад, причем световой десинхроноз, я так предполагаю, волнует всех. Мы с вами вчера были в самом длинном дне и в самом короткой ночи. И это касается не только Санкт-Петербурга, а это касается и Петрозаводска, из которого я приехала. И у нас, естественно, белые ночи гораздо длиннее, гораздо светлее, и нам гораздо хуже от того светового десинхроноза, от которого страдаете вы в Санкт-Петербурге. Наши исследования начались в 2003 году с легкой руки Владимира Николаевича, который нас направил и руководил нами. И поэтому мы уже, получается, 16 лет занимаемся именно вот этой проблемой. За это время очень сильно поменялись отношения к мелатонину, которым мы, естественно, должны были заниматься, поскольку световой десинхроноз, это все связано, естественно, с пениальной железой, с эпифизом, с мелатонином. Появились различные разделы, как вы видите, хронобиология, хрономедицина, хронотерапия, хронофармакология появилась. И мелатонин такой универсальный, наверное, агент, потому что он, с одной стороны, представляет гормон, с другой стороны, он является медиатором. И его, как вы видите, изображения различные вот этого третьего глаза на египетских фресках, на старинных гравюрах. И даже вот можете посмотреть, горит тут эта штучка, нет. Вот эта нижняя картина слева, это круги на полях, которые в Англии достаточно популярны. Посмотрите, это тоже формула мелатонина. В общем, очевидно, инопланетяне тоже интересуются им. История открытий всем известна, поэтому я не буду на ней останавливаться. Но, тем не менее, с 1958 года до 2006 года достаточно активно изучался мелатонин. И оказалось, что можно выделить отдельно мелатонинэнергическую систему. Было выделено очень много различных свойств мелатонина. Естественно, нас интересуют в данный момент геропротекторные и онкостатические эффекты мелатонина, которыми мы, в общем-то, и занимаемся. Согласно открытиям 2006 года, наверное, видно, что мелатонинэнергическая система, я вообще по своей специальности изначально являюсь фармакологом, поэтому мне все это интересно и достаточно близко, это единственная система, которая характеризуется вот такими, грубо говоря, четырьмя отличительными признаками от других эргических систем, которые мы все знаем. Симпатическая система, парасимпатическая, мы все к ним уже привыкли. Посмотрите, светочувствительность, суточная сезонная активность и прогрессирующее снижение с возрастом, такое не характерно ни для одной, скажем так, эргической системы нашего организма. И история открытия, дальнейших открытий, вот две Нобелевские премии по медицине 2009-2017 года подтверждают то, что интерес к данной проблеме, он не ослабевает, и очень много еще есть чего нужно будет узнать, потому что открытие механизмов старения, открытие механизмов циркодианного ритма это только одна такая небольшая часть того, что мы на сегодняшний день знаем. Открыты виды мелатониновых рецепторов. Если вначале это был только один подтип, теперь известно три подтипа мембранных рецепторов, два подтипа ядерных. Известно, что эти рецепторы в зависимости от времени суток изменяют свою чувствительность. Посмотрите дальше, пошла фармакология. Есть достоверная группа, которая теперь называется меметики мелатонинэнергической системы. И там не только находится мелатонин, есть зарегистрированный в нашем государственном реестре лекарственных средств полипептидный комплекс эпифиза, есть стимуляторы мелатониновых рецепторов, которые относятся или к антидепрессантам, или к снотворным. И известно, что дает блокада синтеза мелатонина, кто дает блокаду синтеза мелатонина. Есть определенные группы лекарственных средств, которых я, естественно, касаться сегодня не буду, которые блокируют синтез мелатонина. Постоянный свет ночью, бессонница, проживание в высоких широтах, откуда я приехала, трансмеридиальные перелеты, так называемый джет-лаг, и социальный джет-лаг, от которого страдаем мы все, потому что в течение недели мы встаем рано, в выходные мы спим достаточно долго. Это и называется социальный джет-лаг, или в отпуске, или на празднике. Хочу рассказать, в общем-то, о нашем, конечно, эксперименте, потому что это все было вступление. Мы моделировали достаточно много различных состояний. Посмотрите, история с десинхронозом. Это постоянное освещение, так называемое световое загрязнение, термин, который уже прочно вошел в науку, наши белые ночи, ну и, соответственно, темнота, световая депривация. Посмотрите, моделирование начала воздействия. За эти долгие годы мы, в общем-то, разработали различные схемы. Это воздействие на беременных самок, то есть на потомство до рождения, новорожденные, половозрелые, старые крысы. И хочу представить, поскольку сегодня речь идет о мелатонине и синтетическом тетропептиде и петалоне, вот схему такую достаточно простую эксперимента, где показано естественное освещение Карелии, то есть наши белые ночи, и, соответственно, свет, который может светить в окна обычным людям, которые живут, опять же, в условиях Карелии. Постоянное освещение, ну и обычный контроль. Вот что мы определяли. Я не буду перечислять все эти биомаркеры, потому что их достаточно много. Мы работали на крысах, вы видели крысы линии Лио и потом крысы линии Вистер. И вот хочу показать только маленькую часть. Периоды постнатальной жизни. Все знают, что и у людей, и у крыс, можно любую нашу жизнь разделить на определенные периоды. Это прогрессивный рост, это стабильный рост и предстарческий. Обратите внимание... Где вот эта кнопочка нажимается? Нет, хочу, чтобы... Ну ладно. Красную кнопочку. Вот она, хорошо, спасибо. Обратите внимание, вот это вот... Естественное освещение наше Карелии. Крысы росли во время зимне-осеннего периода. И прогрессивный рост у них был, получается, замедлен. Мы все обычно знаем, что на севере люди созревают гораздо медленнее, чем на юге. А вот стабильный рост всего 4 месяца. И сразу наступал предстарческий период. То есть, получается, что мы, живя на севере, вроде как бы созреваем позднее, а стареем все равно раньше. Вот это коэффициент стабильности гомеостаза. Все биохимические гормональные параметры определялись, и вычислялся некий коэффициент. Опять посмотрите, что получается. Если возраст 24 месяца, то опять же, хуже всего показатели, это естественное освещение наше Карелии и постоянное освещение. Если показать то, о чем уже говорили до этого, это глюкоза, гипергликемия, глюкозырия, вес, абдоминальное ожирение и так далее. Обратите внимание, в условиях светового загрязнения практически половина крыс была с повышенным весом. Что такое повышенный вес? Это больше 440 грамм. То есть это крыса, которая достигала практически полутора килограмм. Такие крысы, как вы видите, больше похожи, с моей точки зрения, кота-хомячка, чем на нормальную крысу. По поводу регулярных астральных циклов. Уже тоже говорилось в предыдущих докладах, что это признак старения женско-репродуктивной системы. И опять можно посмотреть, что если животные находились в условиях постоянного освещения или естественного освещения Карелии, старели самки гораздо быстрее. Вот опять же слайд, который представляет количество заболеваний на одно животное, посмертное, когда мы вскрывали животных и определяли гистологически вот эти заболевания. Обратите внимание, что животные, которые получали в течение жизни мелатонин или которые получали в течение жизни эпиталон, имели заболеваний гораздо меньше, чем крысы, которые были в контроле. Вот динамика возникновения опухолей в различных световых режимах. Зеленый цвет графика – это естественное освещение Карелии. Синий цвет графика – это постоянное освещение. Обратите внимание, насколько больше развивалось опухолей и злокачественных, и доброкачественных. Я потом еще покажу графики. Поэтому мы, в общем-то, подтвердили все исследования, которые были у Владимира Николаевича по поводу того, что наши нарушения светового режима провоцируют рост опухолей и сокращают продолжительность жизни и увеличивают количество различных заболеваний, связанных с возрастом. Есть работа, вы, наверное, с ней знакомы, Борисенков и Анисимов, по поводу развития различных онкологических заболеваний и изменений от севера к югу. Были проведены исследования. И вот что оказалось, что рака молочной железы, рака предстательной железы, рака тела матки, рака толстой кишки увеличивается количество заболеваний у людей от юга к северу. Получается, что, в общем-то, и наши эксперименты, и статистические данные говорят об одном и том же. Применение мелатонина в естественном освещении Карелии, обратите внимание, уменьшало количество крыс с опухолями, и кривая выживаемости была сдвинута вправо. Если обратиться к мелатонину и световому загрязнению, история приблизительно такая же. Зеленый график – это мелатонин, выживаемость, вот это самки, это самцы, вот появление первой опухоли, допустим, около 600 дней, и количество, видно, что меньше. Синтетический тетропептид эпифиза, который тоже применялся, оказал у нас даже гораздо лучшие результаты, чем сам мелатонин. Вот крысы, вот развитие опухолей, вот самки, вот злокачественные. Вот это контроль, а это, соответственно, введение эпиталона. При вот этой продолжительности жизни, опять же, при применении эпиталона, видно тоже, что кривые сдвинуты вправо. И в световом загрязнении, получается, графики были практически такими же, как при естественном освещении. Поэтому суммарная оценка влияния мелатонина и эпиталона на те показатели, которые я сегодня хочу представить в докладе, они, в общем-то, совпадали. Коэффициент стабильности гомеостаза был выше, метаболический синдром уменьшался, продолжительность жизни увеличивалась, и спонтанный канцерогенез у крыс, которых мы смотрели, тоже как бы был меньше. Хочу сказать, что наши исследования только подтверждают те доклинические исследования, которые проводили не мы, это вот данные литературы, которые пытаются обосновать механизм действия мелатонина на сегодняшний день, почему он предотвращает или задерживает развитие опухолей. Это те работы, из которых, как вы понимаете, были взяты вот эти соответствующие выводы. И еще одна славная работа, которая рассказывает о клиническом исследовании мелатонина, влиянии его на онкологические заболевания. В данном, в данной статье было проанализировано больше 5000 статей. И вот что говорят авторы этой статьи по поводу своего метаанализа. Что частота ремиссии значительно выше, чем в группе контроля. Общая выжимаемость опять же выше, чем в группе контроля. И снижается нейротоксичность, тромбоцитопения, астения во время химиотерапии. Они приходят вот именно к такому выводу. Поэтому вот спасибо за внимание. Я за мелатонин. Принимаю его на самом деле правда в сезон Белых ночей с 2003 года. Спасибо. У меня следующий вопрос. Может быть он упрощенный наверное. Вчера и собственно говоря до этого вот те дни, которые мы провели в Санкт-Петербурге, а до этого мы были в Стокгольме. Мы вообще живем в Болонии. Это гораздо южнее и в 10 утра очень светло уже было. Простите, в 10 вечера совсем светло. И вот если правда то, что вы говорите, то наверное должна быть более высокая частота возникновения опухолей как бы с юга к северу если двигаться. Потому что ведь больше солнечных часов. Тут почти 24 часа летом освещенность и зимой очень темно наоборот. Поэтому производство мелатонина наверное очень сильно отличается между теми, кто живет в Южной Европе, Средиземноморье, например, итальянцы, жители Болонье. К сожалению, докладчица не слушала перевод. Действительно, по согласно статистическим данным, весь север включая не только Россию, включая не только Карелию, Мурманскую область, Архангельскую область, но и все наши скандинавские страны, Финляндия, Швеция, Норвегия, действительно повышен уровень заболеваний онкологических именно репродуктивной системы. Это могут быть и злокачественные опухоли, и доблокачественные, но это молочная железа, это матка, это доброкачественные опухоли у мужчин, и злокачественные опухоли предстательной железы, и рак толстой кишки, который очень характерен, кстати, тоже для северных регионов. Я должен скорректировать вас, потому что в Швеции на первом месте находится рак легкого, и никак не рак молочной железы, и то, что вы рассказали, это первое. И более того, уровень возникновения рака в Швеции значительно ниже, чем в других странах, то есть это не работает. У меня еще другой вопрос в связи с этим. Генетика возникновения рака молочной железы, рака простаты, рака желудка и так далее, все разное. А у вас получается, что больше света, и все одинаково изменяется. А как это происходит? На самом деле различных спасибо, да, я поняла. На самом деле различных факторов, риска, канцерогенных много, и нельзя все сводить только к нарушению светового режима. Это понятно, да, поэтому понятно, что и причины возникновения могут быть разные, и мы же не претендуем на какое-то такое открытие, но тем не менее нарушение светового режима по всей видимости провоцирует рост все равно этих опухолей. А возьмите, например, Северную Америку, Аляску, там что, больше рака? Нет. Я могу прокомментировать. Есть данные, опубликованные в 2006 году в журнале циркомполярной медицины. Это американская команда посмотрела частоту рака молочной железы за 30 лет, 69 года по 2006 у инуитов это абрегены Аляски, которых сейчас всех называют инуитами. И они вырастут в три раза. Они пишут по неизвестной причине. В 2016 году та же команда опубликовала новую статью. Показало, что еще два вида рака также растут. А посмотрите, что было раньше. В чуме была лучина или керосинка. А сейчас компьютер, движок электричества горит. И световое загрязнение, полярную ночь, намного сильнее сейчас, чем было раньше. Посмотрите, у нас города залиты светом. Американская израильская команда в 2006 году КНОК и другие показали, что они сфотографировали из космоса Израиль. Показали, что карта распределения светового загрязнения совпадает с картой случаев каждого случая рака молочной железы. Они были настолько потрясены этим, что проверили в 164 странах и совпадение получили тоже полное. Это говорит о том, что световое загрязнение сегодня является фактором, который способствует большинству видов опухоли. А нет корреляции с севером. Это с раком желудка, раком шейки матки, потому что там инфекция имеет значение. На юге инфекция легче развивается и больше дает успеха. А что тогда Южная Африка, Южная Африка, которая близко к Южному полюсу. Там нет светового загрязнения. Там есть световое загрязнение. Больше страдает. Я не 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 оставить только такие люди. Еще одну секунду я вас задержу. Забавная история была в Максе Планке институте, когда Габи Добилхаммер показала, что продолжительность жизни людей рожденных зимой в феврале декабря по февраль выше, чем на юге, чем рожденных летом, а в южном полушарии наоборот. Она сказала, что объяснение такое было, что беременность протекает во время лета, осени более благоприятной рожденных зимой, поэтому они живут дольше. Мы задались вопросом Габи, «А что у мышей, у крыс, у которых беременность 19-21 день, у мух, у которых беременности вообще нет?» И там был еще Гарри Джон Карри, который имеет самую большую коллекцию среди сеноморских мух. И он прислал данные. Ирина Григорьевна мне прислала туда данные по крысам и мышам, рожденным в разные сезоны. И оказалось, что мыши и крысы, мухи, тоже рожденные зимой, живут дольше, хотя у них стандартный режим включается. Это геофизические факторы, о которых говорил Сергей Дмитриевич Иванов в своем коротком выступлении, дискуссии. Все это Кристиан Барч показал, что солнечная активность. Да, вы можете завершить фразу, завершите фразу. Я просто хорошо, я хотела спросить, что вот интересно просто есть же другие очень большие переменные в Болонте в Болонне мы также работаем с институтом, у которых они традиционно изучают злепо, и совершенно очевидно, что самые короткие из них, то есть это самый серьезный фактор риска, потому что в целом развивается воспаление, повышается активность симпатической системы. мне просто интересно вот результаты, очень интересные результаты, просто очень впечатляющие, которые были сейчас продемонстрированы по мелатонину, а влияют ли они на время сна или на качество сна животных, если вы видите, изучая животных моделях тоже, в любом случае, я думаю, что надо оценивать также качество сна, когда так много света, вот что там происходит во сне, качество сна в таких условиях? Сокращается, они живут меньше. Бессонница пять раз в неделю, больше пяти раз в неделю, на 20-40% увеличивает риск краха молочной железы у людей. То же самое толстые кишки. Мы показали, что мелатонин термозит нас, толстые кишки при постоянном осторожении. Да, точно. Совершенно согласен, совершенно верно. И для того, чтобы понять механизмы, которые стоят за вот этим эффектом воздействия мелатонина, интересно было бы проверить, может какие-то положительные эффекты мелатонина проявляют себя именно поскольку они влияют на качество и количество сна, то есть на качество и продолжительность сна. Это важно, мне кажется. А есть статьи на эту тему тоже по поводу сна и качества сна, потому что я помню, я даже вам показывала, что долгожители очень хорошо спят, очень хорошо спят, долгожители прекрасно спят. Тоже больше 10 часов это вредно также, жизнь проходит мимо. Была работа в это время Анатольевне, когда рожденные в августе и рожденные в октябре жили по-разному продолжительность жизни крысы. Мы проверяли и сезоны года, соответственно, тоже у нас есть рожденные весной, рожденные осенью, и действительно вот этот эффект, о котором говорил Владимир Николаевич, про то, что те, которые рождены в осенне-зимний период, живут дольше, они действительно у нас жили дольше. Мы проводили исследование с блокатором мелатониновых рецепторов, с лузендолом, у нас сейчас закончился тот же эксперимент. Крысы, которые принимают лузендол, блокатор мелатониновых рецепторов, однозначно живут гораздо меньше, чем живут контрольные крысы, или крысы, которые получали мелатонин. Буквально эксперимент закончился, мы обсчитали только результаты. Спасибо большое. Спасибо. Извините, пожалуйста, я просто хочу добавить еще информацию. мы тоже завершили исследование, мы завершили исследование, и мы в течение одного года добавляли к средиземноморской диете разные другие добавки, то есть мы в разных странах, очень большая была группа людей, вы начинаете и заканчиваете эту средиземноморскую диету летом, или вы начинаете ее зимой, и мы обнаружили, что сезонность средиземноморской диеты очень важна. И также сезонность диеты важна, потому что я не знаю, может быть, мыши не имеют разную диету летом и зимой, но у нас в Италии разные диеты зимой и летом, поэтому это может быть интересно будет не только посмотреть, где они родились, но также если у них разная диета в зависимости от времени года. Вы упомянули, что вы принимаете мелатонин. В какой форме? Это как биодобавка или фармпрепарат? Если да, то в какой дозировке? Как фармпрепарат небольшие дозировки 1 миллиграмм и естественно в межсезонье, то есть весной осенью. Мелоксин. Да? Извините, Мелоксин назначают вообще периодически, рекомендуют врачи зимой витамины в межсезонье этот препарат. Это меня удивило. Сейчас выпущен еще один препарат, который называется Циркодин. Он для людей старше 55 лет только в качестве снотворного средства. То есть подразумевается, что возрастное снижение с возрастом такое, что человек после 55 лет может безнаказанно принимать гормоны, ему за это ничего не будет. Потому что все-таки гормональные препараты нельзя принимать постоянно, это естественно понятно. Простите, а не дозавайте собственную продукцию? Вот об этом как раз я и хотела сказать, что если принимать мелатонин, то надо принимать именно в межсезонье, когда нарушаются свои циркодианные ритмы для того, чтобы как-то нормализовать. недолго. Иногда достаточно 10 дней, иногда 3 недели. А именно этот циркодин, который 2 мг, он показан только людям старше 55 лет. То есть по логике вещей было бы очень правильно измерить уровень своего мелатонина и в зависимости уже от этого принимать препарат. Но, к сожалению, мы еще не достигли такого уровня. И, конечно, Ирина выглядит гораздо моложе. Танцирует.